ну что я рада со всеми сегодня увидеться меня зовут катя рожок я сама к не привыкла к своей фамилии но это так я закончила физтех я занимаюсь биофизикой вообще говоря я занимаюсь биофизикой мозга и то о чем я сегодня буду рассказывать это не совсем моя научная деятельность но это то в чем я хорошо разбираюсь и первая причина почему я решила именно эту тему выбрать вот а вторая причина давайте уже поговорим о том о чем мы будем говорить что такое жизнь мне кажется этот вопрос вообще всех интересует может быть я много на себя беру когда такое говорю но тем не менее и каждый хоть раз им задавался я сегодня обещала не входить в философские науки вот а заниматься только естественными но тем не менее нам для начала придется немножко просуждать я надеюсь что вы мне поможете потому что я хотел вас по своей учительской привычки немножко поспрашивать смотрите когда я допустим готовилась к этой лекции сама решил посмотреть а что может вот просто человек который не физик не биолог найти в интернете о том как на планете земля сформировалась жизнь я столкнул с двумя вещами может быть вы со мной не согласитесь и вас будет какой-то другой взгляд но мне показалось что с одной стороны очень много рассказано о том какие есть предпосылки и в принципе мне кажется это у всех есть на подкорке где-то со школы или там вам рассказывал или еще какие-то там друзья про то какие на земле сформировались предпосылки к тому чтобы на ней зародилась жизнь может вы мне подскажете у вас что-то возникает в голове что такого есть на планете земля что на ней смогла появиться жизнь что приходит в голову точно точно совершенно верно я с вами согласна сейчас я найду курсор и запишу точно вода не запишу сейчас секундочку вода еще какие есть идеи так кислород или в целом иногда еще вот если зайти там на ту же википедию пишут атмосферы и все такое так еще что атмосфера будем считать еще идея есть чем допустим земля отличается от марса или допустим от меркурия вот это вот точнее он очень близко к солнцу там как ну да а расстояние солнце на что повлияет если на меркурии совершенно верно температура то есть явно там где не знаю 500 градусов цельсия как-то некомфортно было бы существовать ну нам по крайней мере температура может про нашу жизнь говорим на самом деле возможно во вселенной где-то еще сформировалась какая-то жизнь но я про нее не смогу рассказать к сожалению сегодня вот это то что вы можете прочитать в интернете и много в общем будет о том как там это появилось на земле и так далее так далее это неинтересно ну потому что во первых проект можно прочитать вот а во вторых это не совсем про жизнь это что-то про неживое до вода там температура атмосфера другой другая часть того что вы наверное знаете сами это то как уже живые организмы развивались ну то есть давайте вспомним самый простой живой организм какой можете привести в пример самый простейший точно то есть одна клеточная инфузория туфелька это прям очень круто вот но хотя бы просто одна клеточная любое да я не ожидала такой подготовленной публики одноклеточная что-то меня не очень получается писать ну ладно вот одноклеточная то есть одна клетка правильно окей а дальше происходит то про что уже с 19 века все плюс-минус знают и всем уже на скомину набила эта тема про эволюцию да про то что из простейших организмов постепенно путем отбора появляются сложные так далее так далее вот то есть из одноклеточного там типа много клеток становится да вот потом из много клеток дифференцируются и получаются какие-то организмы одни в воде одни на земле и так далее так далее это все короче сегмент про эволюцию про нее тоже все слышали у меня возникает вопрос о том и надеюсь у вас он тоже возникает так иначе вам не будет интересно что между этим да вот были какие-то предпосылки и потом бамсы но же нам уже на всех сайтах сразу рассказывают про то как из клетки появились появилось много клеток и так далее так далее а вот этот сам главный переход то как собственно это как будто клетка это что-то простое которое вот была вода земля и воздух опы и пивы появилась клетка вот мне это совершенно было непонятно даже еще на первом курсе института хотя у меня было много какого-то бэкграунда и мне кажется на самом деле об этом можно рассказать простыми словами для этого не нужно быть профессором каким-нибудь до чтобы это понимать и вот об этом я хочу сегодня поговорить то есть о том как из простых предпосылок появилась живая клетка вот на самом деле я и как все ученые или там преподаватели немножко лукавлю потому что клетка это очень сложно вот специально поставила картинку где-то на английском все такое в общем большое красивое на самом деле ни одна картинка не отражает сложности клетки потому что сложность клетками метаболизме в клетке а это огромный завод вообще клетка ну то есть можно себе представить заводка производства кока-колы какой-нибудь это вроде как простое на выходе вещество но тем не менее там огромное количество каких-то на сложных механизмов там огромное количество управленцев в первую очередь да там отдел по отходам и так далее так далее все это очень здорово и если мы будем говорить о том как оно получилось мне кажется тоже будет очень сложно мне кажется можно еще сильнее упростить этот вопрос и посмотреть на клетку таким образом что нас состоит из чего-то да и что в ней самое главное и что вот это вот такое образовалось вокруг чего потом образовалась клетка потому что опять же да если про пример про кока-колу вспомнить то то же самое может производить человек дома там хоть лимонад делать да ему для этого нужны какие-то простые вещества и он опа сделает лимонад мы для этого не нужен гигантский завод гигантский завод это следствие усложнения вот поэтому мы начнем с вами про то что проще а именно про атомы я когда писала анонс к этой лекции я написал что все со школьной скаме знают что такое атомы но в общем это не обязательно можно про это и не помнить но все кто здесь присутствует помните что такое атомы или есть вопрос на эту тему помнят хорошо вот я просто напомню что это простейшие частицы на самом деле и в них тоже можно углубиться но мы сегодня будем это другой раздел физики вот и другой разговор так вот все состоит из атомов я тут привела такой биологический масштаб он мне очень нравится мне кажется очень интересно еще он очень про всякие популярные приставки потому что вот вы видите на этой шкале здесь все в метрах да то есть у нас есть допустим один метр 10 нулевой это один метр примерно размеры всяких животных да там человек слон мы в метрах скажем их размерами потом идут какие-то более маленькие организмы это где-то 1 сотая метра или миллиметр то есть вот то что мы здесь видим это порядка миллиметров сантиметров нам вот а дальше еще меньше идут еще прошу прощения вот в этом диапазоне который мы здесь видим извините в этом диапазоне идут то что мы называем в науке с приставкой микро соответственно размеры вот этого всего микрометры но и корень микро он нам всем очень сильно знаком в русском языке и словом микроб да то есть одноклеточная простыми словами вот и то что размера микрометр это как раз размер одной живой клетки причем вот как вы сказали инфузория туфелька будет размером микрометр и в принципе размеры клеток вашего тела это тоже примерно микрометр за одним большим исключением от нейроны нейроны это обычно очень большие клетки и например у гигантских кальмаров они могут там достигать десятков метров нейроны у них тянется длинный такой уз аксон нейроны большие клетки а все остальные в основном порядка микрометры а вот дальше вот здесь вот где-то левее еще меньше есть такая приставка которая тоже всем не кажется уже надоело это приставка на 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 метр это 10 минус 9 степени в тысячу раз меньше чем микрометр вот так вот на на метры это размер уже молекул молекулы это соединение атомов да и молекулы бывают очень разные сейчас мы будем об этом говорить еще меньше как вы видите атомы простейшие частицы вот то что мы сегодня обсуждаем это вот в районе на на метров которые на на технологии которые всем надоели вот но тем не менее давайте поговорим что там происходит на уровне этих молекул и так были атомы они у нас вообще везде есть в любой точке вселенной найдутся одни и те же атомы в таблице медилеева мы все про них так или иначе слышали они могут соединяться в молекулы почему они могут соединяться в молекул это очень интересный вопрос на самом деле и очень простой связано это с тем что разноименные частицы притягиваются это я тоже думаю многим знакомы то есть положительные частицы притягиваются к отрицательным в каждом атоме есть как положительные частицы так отрицательные в общем по их соотношению можно сказать что одни частицы могут притягиваться с другим одни атомы могут соединяться с другими атомами и образовывать молекулы как вы видите с левой стороны в основном молекулы очень простые ну то есть знакомые всем нам там типа h2o молекула воды или o2 молекула кислорода или вот что тут посложнее я не химик не очень все это люблю как и знаю как это все называется но это понятно как такие молекулы образуются это простая физика положительный и он то есть атом имеющий заряд соединился с отрицательным получилась молекула а вот те молекулы из которых состоим и из которых состоят клетки это что является предметом нашего сегодняшнего разговора это гораздо более сложные молекулы это молекулы в которых не два не три атома в которых сотни тысяч иногда атомов иногда десятки тысяч атомов как эти молекулы образовались просто соединились случайно если прочитать книжку про палеонтологию или историю жизни там иногда приводится пример что жизнь такое же случайное событие как если бы вы уронили алфавит там с десятого этажа образовался томик толстого война и мир мне это пример не очень нравится потому что вообще не случайно на самом деле мы сейчас поймем почему это все не случайно так вот большие молекулы молекулы из которых состоит живое они устроены иначе образовались они иначе чем просто присоединенные друг другу атомы давайте про них поговорим я уверена что многие из вас лучше меня даже наверное знают эти все органические то есть живые молекулы потому что если человек хоть раз читал этикетку от любого продукта или интересовал свои диеты он точно знает что там у нас в продуктах есть какие составляющие части из которых состоит то есть любой вот продукт откроешь там написано энергетическая ценность и в нем есть что точно белки углеводы и жиры еще да вот про жиры всем не хочется думать вот белки углеводы и жиры для нас это просто составляющие части диеты про которых нам часто говорят на самом деле от молекулы это молекулы стоит из которых состоят наши клетки белки это вообще самые главные молекулы айзи казимов сказал что жизнь форма существования белковых тел да можно так ответить на этот вопрос большую часть в этом заводе клетки большую нагрузку выполняют белки они рабочие они же управленцы белки бывают очень большими в них реально сотни тысяч атомов они очень сложные они могут двигаться они вообще могут очень много они являются ферментами например они изменяют всякие реакции они являются гормонами в нашем организме углеводы вот здесь кстати видны мембранные белки на картинке специально вставила то что здесь изображено это мембрана клетки любая клетка она окружена мембраной и выглядит эта мембрана так причем у любого животного любого растения вот на ее мембране такие голубенькие шарики с не знаю как назвать волосиками вот это жиры то есть липиды по-научному да видите жиры составляют мембрану любой клетки это кстати к слову о том что жиры очень важная вещь в рационе человека каждая клетка ее мембрана состоит из жиров а вот эти большие красные не знаю картофельные такие с рогами это белки и в данном случае от мембранной белки они сидят на мембране и там всякие важные функции выполняют а вот такие красивые завитые штучки это углеводы вот все это молекулы если посмотреться здесь не знаю видно ли на большом экране видно что они такие зернистые то есть все они состоят из атомов и такая сложная организация атомов гораздо сложнее вот я хочу поговорить о том как из вот таких простых то получились вот такие сложные и как это повлияло почему мы это называем жизни что они просто сложные да и просто и образуют из себя к гору или камень почему они именно образуют жизнь живые организмы так собственно давайте начнем вот такой немножко интригующий вопрос вот мне кажется все учились 8 классе но ну или по крайней мере бывали вот и то что я сейчас хочу рассказать реально я например на урок физики часто рассказываю школьникам 8 классе совершенно простые вещи я не знаю почему нам проект в школе не рассказывали почему мне кажется так важно про это так важно говорить так вот давайте попробуем сообразить как из простых молекулярных соединений атомарных соединений получились такие сложные молекулы вообще почему они могли получиться а самое главное почему они получились на земле что мы с вами до сих пор все расклёпываю вот представьте несколько миллиардов даже лет назад да уже была вода на земле и в этой воде плавают отдельные атомы эти был на ручку прикрутить переключиться сейчас я ее освою так вот плавают отдельные атомы сейчас будете смотреть на мои художества у меня с этим проблем будем считать что они заряжены вот хотя на самом деле атомы не заряжены но у них можно оторвать кусочек они будут иметь заряд вот они плавают они образуют такое ну я это называю атомарный суп просто заряженные частички такие да они разные на самом деле они могут друг с другом соединяться вы понимаете плюсик может притягиваться к минусу образовывать какую-то связь например тоже довольно известная штука обычная соль она состоит из атома натрия и атома хлора вот она может соединиться образовать соль вот но это может происходить и в космосе если мы в вакуум запустим атомы там вообще-то они есть да все представляют что в вселенной там просто голое пространство между там землей и луной на самом деле там есть отдельные атомы просто их очень мало а в этом супе их много во первых а вторых представьте себе ситуацию вот этот мировой океан который образовался как рано или поздно образовался на земле это не совсем то что стоит представлять для вот этого атомарного супа это скорее какая-нибудь ну представьте вот лужа до которые иссохла и там такой тонкий слой воды из-за того что тонкий слой концентрация вот этих всех атомов не очень большая то есть это прям реально суп такой вот и в этой вот лужице на глине на какой-нибудь поверхности или на поверхности камня который мы все с вами видим вот варятся вот эти вот атомы это происходит на самом деле прямо сейчас в любой точке мира где есть такая лужа там тоже есть такие от они соединяются и как бы вот может начаться эволюция молекул они могут соединиться в одну молекулу потом в более сложную сложную сложно но есть проблема для того чтобы они могли как-то меняться чтобы эволюционировать то есть становиться сложнее и сложнее они должны уметь не только соединяться но и разваливаться это очень важно потому что если они умеют только соединяться вы подумайте тогда все плюсики рано или поздно соединяться со всеми минусиками и все развитие закончится на этом все остановится поэтому должна быть какая-то причина по которой они разваливаются вот я вам предлагаю подумать представьте себе это тамарный суп включить свое воображение летают значит эти частицы сталкиваются там с друг с другом образуют соединение почему вдруг сложившиеся соединения сложившаяся парочка или троечка может распасть как вам кажется вот отличная идея врезаются правильно слышала точно совершенно верно прям идеально угадали все быть быть вам биофизиком мне кажется значит действительно может произойти столкновение и ну мы себе можем представить себе вот на уровне бильярда это очень хорошо видно какая-то энергия передастся этой связи до энергия может разорвать эту связь а может не разорвать вот на самом деле мы с ребятами 8 классе обычно занимаемся подсчетами на эту тему но людей после работы этим напрягать не буду поэтому мы просто обсудим этот момент смотрите энергия связи просто скажу о том что та энергия связи которые образуются между соединившимися атоме она гораздо больше чем та энергия которая вот может привнести столкновение то есть получается если в вакууме соединились какие-то два атома никакие столкновения других атомов к разрыву не приведут единственное что может произойти это если там произойдет здоровый взрыв но это уже не связано с атомарным движением это связано там рядом звезда какая-нибудь до возникнет это ли или астероид пролетит но на уровне микромира столкновение атомы не разрушат все получается фенита ля комедия все атомы соединяться плюс с минусом и ничего не будет происходить если не будет разрывов если если столкновения не будут разрушать связь что тогда делать значит в вакууме все это не работает вакууме жизнь не зарождается иначе бы она уже давно зародилась я напишу что в макууме нет разрывов соединений то есть молекулы образуются но потом обратно не разрываются сейчас так вот а вопрос где образуются дело в том что вот эта сила с которой притягиваются положительные заряды с отрицательными как раз то что проходит в восьмом классе по физике силы притяжения положительных зарядов отрицательных так вот эта сила зависит от вещества в котором эти частицы находятся и у разных частиц это значит сила может ослабевать а может у разных веществ извините это сила может ослабевать а может усиливаться давайте посмотрим на следующую картинку и зададимся таким вопросом подсказка есть конечно вот какая из этих жидкостей обладает таким коэффициентом я скажу про него который может эту силу уменьшить дело в том что физики очень любят мне кажется все ученые это моя такая концепция очень любят придумывать сложные названия вот то что называется диэлектрическая проницаемость это на самом деле есть тот коэффициент который может увеличить силу или уменьшить силу притяжения атомов мне кажется что в этом есть что-то такое сакрализируемое в науке ну то есть придумать сложные слова чтобы никто кроме других ученых не понимал на самом деле можно было бы сказать как-то проще да там коэффициент уменьшения чем-то такое так вот смотрите что получается вот здесь показаны коэффициенты во сколько раз они уменьшают силу притяжения атомов между собой вот например если бы вакууме как вы видите один керосин в два раза это не поможет тому чтобы атомы могли раз их молекулярные связи могли разрушаться при столкновении надо чтобы было примерно в сто раз ну чуть меньше пойдет и вы видите что вот единственная жидкость у которой такой коэффициент есть это вода вода это жидкость это самое наверное для нас сегодня главное которая 80 раз ослабевает вот это притяжение между положительными отрицательными частицами то есть течь те соединения которые не могли разорваться в вакууме в воде могут разорваться в результате столкновения и это очень круто потому что больше нет таких жидкостей посмотрите даже вот на этой маленькой табличке видно что они все гораздо меньше дайте соединений ну справедливо стирайте хочу сказать что если загуглить то можно найти вещества у которых больше чем у воды но это твердые вещества а мы понимаем что вот этот атомарный суп где все двигается сталкивается ну в твердых веществах вряд ли возможно таким образом что получается благодаря воде до атомы могут сталкиваться друг с другом до вернемся еще раз назад алки атомы могут сталкиваться с друг с другом образовывать связи потом они могут эти связи опять разрушать стал связываться с другими атомами и таким образом составлять те соединения которые хочется которые случайно получаются теперь давайте посмотрим на это с точки зрения простой логики значит если соединение могут не только связываться но и разрушаться да то получается что рано или поздно те соединения которые по каким-то причинам более устойчивые ну то есть который лучше держатся до их сложнее развалить и будет становиться больше ну почему потому что те которые плохо держатся они будут разваливаться и постепенно будут выигрывать ну можно сказать в процессе эволюции этих молекул будут выигрывать те соединения которые лучше держатся и их будет становиться все больше и больше потом эти соединения могут образовывать новые соединения так далее так далее таким образом давайте теперь это как-то резюмируем чтобы понять что происходит итак самая главная физическая основа зарождения жизни она вот в чем у нас есть атомарный суп где всякая высокая концентрация атомов эти атомы я написала ионы ионы это атомы у которых забрали электрон и соответственно они имеют заряд или добавили электрон то есть это считайте заряженные атомы так вот они могут соединяться в результате или распадаться в результате электрического взаимодействия они могут распадаться и это дает им изменчивость то есть они могут образовывать новые соединения старые могут распадаться в вакууме такое произойти не может вода уменьшает эту силу притяжения 80 раз и поэтому в воде это может произойти это единственное вещество где это происходит и происходит постоянно постоянно у нас в воде какие-то атомы сталкиваются соединяются распадаются и тогда революция происходит молекул прямо сейчас прям с нами вот в стакане воды таким образом вот это самое наверное самое важное что я хочу сказать именно про основы вот самые основы этой зарождения жизни что вода дает нам возможность эволюции молекул что они могут образовывать более сложные и так далее так далее но это конечно еще не конец потому что образование еще более сложных молекул это вообще ни разу не объяснять нам откуда берутся вот эти сложные белки да там и другие молекулы которых мы сейчас поговорим это тоже был бы какой-то разрыв между эти давайте двигаться дальше одна знаменитая молекула которая сейчас хочу поговорить вот теперь мы перешли к ней вот это вот структура но нельзя мне кажется она чисто визуально как некий бренд она многим знакома может кто-нибудь догадаетесь что это за молекула такая конечно совершенно верно это днк и это тоже молекула она тоже состоит из куча атомов она имеет вот такую специфическую структуру давайте подпишу днк называется жуткими словами дизоксирибонуклеиновая кислота это все к вопросу сакрализации науки о том что нужно говорить сложными словами но в общем эта молекула которая у нас на самом деле мне кажется у всех уже ассоциируется с жизнью с геномом да с наследованием безусловно давайте поймем как она павли как она во первых образовалась мы сегодня поговорим именно об этом я хочу рассказать о том как днк вообще само могло образоваться а во вторых как это вообще повлияло на всю дальнейшую эволюцию почему именно это физики считают самым важным и биологи тоже считают самым важным в образовании жизни значит смотрите давайте просто поговорим о живом да что значит быть живым то есть если спросить маленьких детей они скорее всего скажут ну дышать доходить может быть что-то такое двигаться да это значит быть живым но на самом деле на уровне эволюции на уровне происхождения жизни мне кажется здесь важны другие моменты быть живым это в очередь значит иметь возможность производить наследство то есть производить таких же как ты но с небольшими отличиями вот это очень важный момент потому что например кристаллы соли они все могут из одного может образоваться другой если мы все наверно в детстве делали такой экспериментом ниточку опускаешь в соленую воду и по ней кристаллики такие растут да то есть из соли образуется другая соль они все одинаковые то есть вроде как они могут себя воспроизводить но они все одинаково не должны уметь меняться и при этом вот эта одинаковость это тоже такой специфичный момент все кристаллы соли на земле одинаковые нет между ними какой-то разницы нет 15 видов кристаллов соли до которые там как-то самопроизводят себя так вот это знаменитая молекула днк она как раз себя выбрала вот эти все самые главные факторы мы немножко потом вернемся к ней поговорим какое значение днк вообще в клетке составляет потому что все знают про то что она связана с наследованием а с тем что она делает в клетке какую конкретную функцию она выполняет прямо сейчас в каждой клетке вашего тела об этом вот не очень сильно известно так вот смотрите про то как образовалась днк значит вот тут написаны и страшным образом нарисованы 5 по сути молекул мы теперь знаем с вами что у нас все состоит из молекул не очень кстати сложных как вы видите да то есть ну сколько тут атомов 768 это не очень сложная молекул мы себе прекрасно можем представить что они образовались в результате вот этого отбора до молекулярно они что про них нужно знать они очень крепкие то есть их очень сложно развалить в воде практически невозможно а во вторых они образа обладают очень важным качеством они могут соединяться друг другом попарно смотрите вот то что называется аденин может соединяться сейчас извините соединяться с тем что называется тимин то есть образовывать пару аденин тимин а давайте будем буду означать аденин буквы а гуанин буквы g тимин т стазин c урагин также может быть соединяться такая пара как gc то есть если они с 1 то есть вот просто плавает такая а плавает такой аденин если где-то недалеко от него плавает тимин то они соединятся но как плюс минусом только в более сложном формате это опять же связано с электрическим взаимодействием них просто на концах есть такие плюсики и минусики которые идеально им подходит они соединяются то есть никакой новой физики здесь нет все еще закон притяжения положительного к отрицательному восьмом классе все больше тут ничего не нужно знать про физику а вообще у нас тут какой-то такой на отшибе остался вот этот урацилл действительно в днк человек вообще днк любых существ урацила нет есть только аденин гуанин тимин и цитазин про урацилл поговорим попозже то есть на самом деле буквы 4 а г т ц почему говорю буквы потому что смотрите если они соединятся в какое-то слово ну например от балды сейчас напишу а g g t это будет какая-то молекула состоящая из вот этих вот кирпичиков составных частей и если она летает вот в этом атомарном супе вокруг нее летают вот те же самые молекулы аденингу они на тимин они уже отдельно летают как сформировавшиеся молекулы то к ней может приклеиться то есть притянуться к а что притянется т г соответственно c опять gc и к т обратно а получится какая-то новая молекула t c c а это еще не копия но это просто соседняя молекула дело в том что связи между а г между собой вот здесь у них молекулах они гораздо сильнее чем те связи которые образуют пары поэтому среди образовавшись вот такая вот молекула t c c а она может почковаться и плавать себе уже отдельно и таким образом молекула а g gt она сделала себе ну такого но если не копию то такую инверсивную копию до наоборот а теперь представьте и и вот эта инверсивная копия тоже плавает себе плавает вокруг нее опять плавают эти буковки от gt c и теперь к ней уже может притянуться другие буквы что тогда получится опять притянется соответственно ты да здесь сейчас попробуем это изобразить g что-то у меня не очень с рисованием g и опять а и что у нас получилось теперь смотрите копия наши первые молекулы да то есть первая молекула совершенно самопроизвольно ну путем вот этого вот через посредника скопировала сама себя это уже очень похоже на жизнь мы производим похожие копии и самое главное что эти копии все очень разные представьте сколько слов можно составить из этих четырех букв при том что длина этого слова вообще говоря может быть любой но хоть 500 букв подряд до вариабельность таких молекул она гигантская мы из двоичного кода всю информацию создаем на компьютере да тут четыре буквы то есть вот эта схема она уже очень-очень близка к тому что мы можем назвать жизнью у нас есть какая-то информация и мы можем передавать ее своим потомкам через 1 до то есть через вот эту инверсивную копию но почему это еще не жизнь и почему вот этого бы еще не хватило чтобы сформировала жизнь потому что новые штуки уже бы не появлялись да ну то есть у нас бы постоянно было вот это а ggt отлично но и какая эволюция ну было бы что что это вообще такое тоже непонятно пока вокруг этого нет никакого организма пока это просто молекул надо чтобы она менялась и тут мне кажется самая забавная вещь которая на самом ли физике абсолютно такая же как в организации вообще любого процесса тут бывают ошибки вот и все все о чем нужно знать вот эти соединения а т и gc да они бы должно быть так но иногда молекулярные связи немножко косячат где-то оторвался один атом где-то прибавился лишний атом и поэтому случайно совершенно случайно вместо ты может оказаться например какой-нибудь c не очень часто не настолько часто чтобы это можно было взять за правило но в результате этой случайной ну можно сказать мутации будет новое слово это новое слово это уже эволюция то есть из одной молекулы получилось очень похожее на нее но с другими с небольшим изменением почему я говорю что это тоже похоже на эволюцию потому что посмотрите опять же тот же принцип те молекулы которые случайным образом образовались и сори за тавтологию и при этом они выжили то есть они стали более устойчивым никакие столкновения с другими молекулами их не убили то есть они развалились от этого и будет становиться больше да они будут образовывать новые потом еще более сложные соединения и это будут уже супер молекулы до состоящие из молекул молекулы молекул вот сразу хочу сказать что вот этот вот процесс копирования и сохранения он очень хорошо отражен если мы с вами поговорим про две молекулы в сравнении про днк и рнк сейчас наверное будет довольно актуальной информации потому что рнк на самом деле как вы увидите на картинке ничем особо от днк не отличается все увидели что отличие вот только вот в этих красных точечках о аж о аж о аж все остальное абсолютно то же самое в чем тогда разница зачем вообще назвали разные разным образом эти молекулы дело в том что рнк это то же самое что днк то есть она тоже состоит из вот этих вот на самом деле вот эти вот штучки это и есть те самые а т г и так далее которым мы сейчас говорили здесь они просто видите сформированы уже в некое слово и рынка может быть и днк длиннее так вот и рынка ничем от днк не отличается она тоже состоит из этих букв но она выглядит немножко по-другому это просто такая длинная молекула дело в том что из-за того что она такая длинная ну просто цепочка да она может еще как-нибудь закручиваться в результате сил потому что например у нее какой-то один конец положительный другой отрицательный ее может закрутить закрутить то есть как-нибудь вот так она может зажаться потому что тут у нее плюс а тут минус но понимаете ли вот это вот длинная такая змея это не очень надежно но потому что в нее чаще стал в нее чаще врезать какие другие молекулы да и соответственно могут ее разрушить и вот если бы эту такую змею можно было бы как-то охранять как-то ее так немножечко изменить чтобы она стала более надежной чтобы ее нельзя было просто так развалить с другой стороны чтобы ее оставить вот эту вот такую форму чтобы ее можно было легко копировать потому что вот понимаете в такую форму к такой форме молекулы легко в этом атомарном супе пристать другим буковкам да а если она будет у нас какая-то такая закрученная то тогда будет тяжело это сделать так вот случайным образом присоединившиеся к рынка вот эти вот о аж соединение о аж это кислород и водород да очень просто не случайно могли подсоединиться каком-нибудь краешку где был там плюсик или минусик они создали молекулу днк молекула днк отличается только тем что она в отличие от рынка имеет очень крутую структуру и давайте мы к ней вернемся вот она так вот если вот это размотать то получится и рынка просто в длинную ли а днк сворачивается таким образом опять же случайно это получилось видимо в процессе эволюции было много других способов ее свернуть но выжил только этот потому что он стал самым надежным да насколько надежным мы находимся сквозь динозавра в котором миллионы лет то есть днк может и в них есть днк мы можем мы днк может существовать миллионы лет вот в такой форме до организма вокруг нее не будет но днк сохранится поэтому если в девятнадцатом веке дарвин говорил о том что эволюция происходит на уровне организмов то в современности на самом деле говорим о том что эволюция это развитие генов вот этих вот соединений этих слов так вот разница между рынка и днк если визуально то только в этих буковках а по факту в том что рнк это способ копирования да она не очень надежная но с нее легко копировать это как флешка до с одного компьютера скопировал другой вставил а днк это жесткий диск на нем она свернута таким образом в эту спираль знаменитую чтобы к ней никто не пристал чтобы она не разрушилась таким образом эти сделал вывод отсюда значит с помощью этих букв как мы знаем что это простые достаточно молекулы мы можем кодировать информацию то есть появляется генетический код потом с помощью этих же букв стоит из-за того что они могут связываться мы можем эту информацию копировать то сделать копии и при этом у нас появляется вариабельность появляются молекулы которые хранятся миллионы лет и точно такие же которые двигаются то есть по которым можно сделать копию которые могут опять эволюционировать и так далее и самое главное как мы с вами сказали самое главное что существуют ошибки поэтому если кто-то ошибается это наверное даже для творческого процесса хорошо это всегда приводит тому что возникает эволюция ошибки ведут за собой изменчивость то что эти молекулы могут меняться так вот мы сейчас с вами немножко может быть достаточно грубо но тем не менее обсудили как из простых атомов до составляются несложные молекулы потом из этих молекул мы в результате того что не могут распадаться и соединяться отбираются самые стойки до их становится больше больше они очень разнообразны а потом эти стойки молекулы сами могут соединяться в некие последовательности до копировать себя преобразовывать себя и таким образом появляется днк но конечно это все равно не отвечает на на вопрос о том а как же собственно появилась клетка ну появилась днк да о чем это говорит давайте немножко назад вернемся про то что клетка это сложно значит в каждой клетке днк находится в ее ядре в самом центре и да и я вам уже упоминал когда говорила про днк что на самом деле мы не очень понимаем ну как бы в общем понимание днк это что-то про наследование да а на самом деле днк это все время рабочий какой-то материал она находится в ядре клетки то есть это вот та самая последовательность очень очень длинная миллионы символов да и она кодирует какие-то вещи дело в том что в какой-то момент по этим соединениям можно построить и другие молекулы к не будут присоединяться более сложные да и можно разрастать строй или как строительный материал но на самом деле это скорее протокол да вот то что мы видим в днк это протокол и он хранится в клетке уже по этому протоколу был создан весь организм если мы говорим о клетке то вся клетка если мы говорим о многоклеточном организме то это вот весь организм но ежесекундно даже на самом деле наносекундно в наших клетках по днк строятся их копии вот эти самые да ну-ка кто помнит что там для а какая бы правильно алина знает так для c да да правильно г соответственно что тут c а и тут тоже c строятся вот такие как вы помните это рнк которые могут двигаться да они от днк отходят отплывают заходят в новые системы ну то есть они просто флуктуируют на самом деле то есть они флуктуируют значит двигаются спонтанно и и по ним в другом месте строятся новые копии так что то я ошиблась видите я завершил ошибку значит произошла эволюция так строится их новые копии cc g g и по этим копиям в другом месте уже строятся более сложные молекулы то есть вот те самые белки и жиры и углеводы вот это все из чего мы говорили состоит клетка то есть понимаете в днк заложен не только механизм создания организма в нем заложен ежедневный быт клетки ежедневные функции вот этого завода постоянно в этой клетке по днк из кусочков днк копируя кусочки днк воспроизводятся ее структурные элементы то есть белки до по днк строятся белки эти белки могут быть как клеточками как кирпичиками в мембране например то есть они могут защитную функцию выполнить они могут быть транспортом они могут что-то двигать они могут быть управленцами в нейронах например поскольку это моя специальность я в этом больше может быть интересного знаю еще в нейронах очень много белков управленцев поэтому нейроны такие сложные в них постоянно новое что-то придумывается благодаря вот этим белкам управленцев вот насколько сложные белки я хотел вам показать одно видео мне кажется она самая классная может быть кто-то его видел все сделаю страшную вещь для меня продукция пол сложнее чем биофизика немножко поэтому смотрите здесь вот можно включить выглядит как какое-то животное на самом деле это молекула и вот эта ножка эта молекула его то что за ним тащится эта молеку это кстати не совсем просто мультик это на самом деле моделирование то есть часть биофизиков например вообще информатика занимаются моделированием то есть они создают искусственно силы притяжения которые есть в реальных клетках и по ним реально вот в этих моделях вот образуются такие картинки то есть это просто визуализация модели это не просто рисунок эта молекула она есть в клетках наших мышц и то что она делает это отдельный разговор оттащит за собой вот эту вот большой большой гормон на самом деле и везет его куда-то где он там должен в этой клетке выполнить свою функцию по моему это очень круто как она выглядит и я этим просто хотел показать что на самом деле делает днк днк строит вот такие штуки давайте включим сейчас секунду вот таким образом давайте мы с вами все это резюмируем и скажем про самое главное значит мы с вами на самом деле все это время все равно говорили про эволюцию только мы поняли что эволюция происходит на уровне простых атомов эволюция на самом деле это три простых вещи это естественный отбор наследственность то есть передача своих себя следующему поколению точно также и изменчивость то есть случайные ошибки которые приводят к изменениям все это есть на уровне простых молекул простых молекул которые прямо сейчас могут плавать стакане воды но конечно же это происходит не каждую секунду в воде опять зарождается новая жизнь для этого нужно во первых мы помним да что было вот этот атомарный суп чтобы это была тонкая на самом деле как сейчас думают это скорее тонкая пленочка такая воды где мало воды да и очень много этих атомов то есть где-то там на поверхности глины вот в такой тонкой пленочке несколько раз и это очень важный момент не обязательно что это было один раз на протяжении всей эволюции это сто процентов происходило в каких-то разных местах и приводило к образованию разных разных новых молекул зарождались вот эти более сложные молекулы и из них появлялись первые молекулы скорее всего мы считаем скорее всего здесь я хочу оговориться потому что конечно есть и другие теории сейчас мы о них тоже скажем появлялись такие штуки как днк и рнк которые могли себя копировать и могли себя сохранять на долгое время потом по ним вокруг них начинали строится более сложные штуки белки и жиры и углеводы а потом это все уже просто налаживание процесса то есть ну например вокруг них образовалась мембрана почему видимо когда-то случайно вокруг них скопились жиры и оказалось что внутри это внука пузырик такой образовался да мы с вами видели как это выглядит в клетке сейчас покажу еще раз да видите вот эта мембрана и вокруг ну похоже на суп тоже да то есть внутри нее это некий пузырик мембрана это поверхность получается что случайно например со сложившейся мембрана она могла создать внутри этого пузыря более комфортные условия для жизни например днк для сохранения днк и соответственно такие штуки которые оказались в таком пузыре они выживали лучше они реже разрушались а те у которых не было вот этой оболочки они чаще разрушались поэтому выжили те у кого была оболочка на уровне молекул потом все это обрастало вот путем эволюции многими-многими другими такими штуками но в любом случае это были те же самые механизмы и они позволили организовать клетку мы понимаем на самом деле сейчас глядя на более простые организмы есть вещи которые мы не можем назвать клеткой которые не не являются клеткой например это вирус вот сейчас очень актуальный момент многие некоторые ученые говорят что это живое существо некоторые считают что это не клетка потому что в вирусе это на самом деле довольно интересный момент у них нет днк у вирусов у большинства у некоторых есть вместо этого у них рнк вот та самая ползучая молекула как днк только которая умеет хорошо копироваться и так далее из-за этого днк если бы не было днк они были бы более надежно сохраняли свою информацию вместо этого не встраиваются в клетки другого организма и там пользуясь их аппаратом начинают копироваться и так далее и так далее вот но это в принципе наверное все что я хотела сегодня рассказать по большей части так ну что если нет вопросов то мы наверное тогда закончим спасибо вам всем большое вы все очень круто все знаете я даже не ожидала что в общем будет такая классная публика спасибо вам большое